Что означали названия племен восточных славян? Племена восточных славян – это группа этнических сообществ, населяющих восточную часть славянского мира. Каждое племя имело свое уникальное название, которое отражало исторические, географические и культурные особенности его членов. Жившие в современной зоне Смоленской области, Полоцке, Тверской и Псковской областей, племена Кривичей имеют спорное объяснение названия. Славянское понятие о кривизне, как лукавом и ненадежном человеке, с трудом может объяснить, как такое имя приняло крупное племя. Зато найденные археологами, следу теснейшего контакта с Балтами, выводят на первый план другую версию имени от названия верховных жрецов, у Балтов, Криви или Кривайте. Учитывая, что Кривичи были одним из самых рослых и светловолосых племен среди славян, их смешанное болтославянское происхождение крайне вероятно. Что интересно, несколько названий, связанных с кривичами, имеются в Греции. Академик Трубачев считал, что часть кривичей ушла на Балканы во времена славянского нашествия на Грецию. Дреговичи – это еще один крупный союз славянских племен. В ходе великого переселения народов, они пришли в Полесье с юго-запада и расселились на северном берегу Припяти практически до Днепра. Ученые считают, что название Дреговичи, вероятно, также имеет балтский корень «дрегува», «болото», «среда», «белор», «дрыгва-тресина» и славянский суффикс «ичи». У Дреговичей главным городом был Туров, находящийся в современной Беларуси, и также Трубачев связывал славян из племени Дроговиты, занявших Южную Грецию, с Дреговичами. Радимичи занимали окрестности современных Гомеля и Могилева и также имеют балтские корни. Исследователи считают, что название Радимичи имеет балтское происхождение от «радимос» – «нахождение», «радимвайты» – «местонахождение», то есть «местные», «тутейшие», как сейчас говорят сами белорусы. Повесть временных лет прямо говорит, что Радимичи и Вятичи пришли из Польши на восток и являются прямыми родственниками западных славян. Племена северян, казалось бы, элементарно выводятся от слова «север». Однако, живут северяне на крайнем юге славянского мира. Это уже некое промежуточное звено между лесными земледельцами и степными кочевниками. Были попытки вывести северян от названия гуннского племени савиров, но довольно слабо доказанные. В итоге, наиболее вероятная версия, что северяне – от иранского слова со значением «черный». Что у северян было черным не очень ясно, однако во вестийской традиции север ассоциировался с черным цветом и как раз с точки зрения иранских, а не славянских племен, северяне были самыми северными. Названия типа «Чернигов», «Чернава», «Сейм», «Воронеж», находящиеся в зоне обитания северян, также восходят к слову, обозначающие темный цвет. Поляне, на землях которых находился Киев, вроде бы предсказуемо образованы от слова «поле». Однако Константин Багринародный в этих местах не видел никаких полян, зато указан на неких польских выходцев – ладзян. Но русские летописи говорят о полянах и вполне объясняют название от слова «поле», причем считая полян наиболее цивилизованными славянскими народами. Поляне, наряду с древлянами, тиверцами, уличами и северянами, преимущественно относились к кругу южных европеоидов, характеризуясь темной или смешанной пигментацией волос и глаз, вопреки мифу о поголовно-светловолосых славянах, что указывает и на возможную метисацию с остатками скифского населения. Вятичи наиболее восточные из славянских народов считались выходцами из Польши, вместе с родимичами, и называли себя по имени первого вождя Вятка. Но в истории таких примеров неизвестно. Поэтому, наиболее вероятна гипотеза происхождения имени от общеиндоевропейского названия влажной местности «вент» или «веня», как, например, в случае племени венедов, живших всегда у воду, либо от древнеславянского корня «вяча», означавшего «большой». Вятичи действительно были самым рослым из славянских племен, почти сравнявшись с современными людьми, 174 сантиметра в среднем. И они же были крайне близки балтским народам, отличаясь довольно тонким и узким лицом. Вероятно, вятичи ассимилировали огромный пласт местного балтского населения и оставались язычниками едва ли не до середины 15 века, уже в составе русских княжеств. Тиверцы – одно из самых загадочных племен, жившие на границе с валашскими племенами. О них известно крайне мало, этноним, скорее всего, связан с тюркскими языками, как говорящие понятно, что может указывать на их тесную связь с булгарами. Уличи соседи тиверцев также мало информативны, но имя народа, скорее всего, выводится из слова «яростные», «храбрые», «бесстрашные», как лютичи Балтики, или вельцы, чуть южнее, где также использовался тотемический образ волка. И крайне вероятно, что это вообще одно и то же племя, жившее в границах Польши, Чехии и Украины, и известное под схожими именами. Город Уличий-Пересечень отказался платить дань, Киеву и его скандинавским правителям был атакован воеводой Свенельдом, взят и сожжен. Хотя в 940 году Свенельд, воевода-князя Киевского Игоря, победил Уличий и обложил данью, однако не вся земля Уличий была покорена, и Свенельду пришлось вести упорную борьбу за каждый город. Три года он осаждал столицу Пересечен, но в конце концов, город сдался. Земля Уличий была дана Свенельду в управление. Белые хорваты – племя, жившее на самом западе земель восточных славян, после нашествия аваров и их разгрома франками, переселившиеся на юг, в современную Далмацию. Происхождение названия не выводится из славянских языков, вероятно было заимствовано из иранских языков, греческие историки сообщали, что хорваты активно смешиваются с венграми и практически влились в их состав. Это лишь небольшая часть из множества племен, населявших восточных славян. Каждая из них, имела свою уникальную историю и культуру, которые в значительной степени отражались в их названиях. Изучение этих названий, помогает нам лучше понять историю и эволюцию восточных славян, а также понять, насколько разнообразны и интересны были их обычаи и образ жизни. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.